Слава Господу! Приветствую вас, дорогие друзья! С любовью к вам Владимир Дзёба. И, как всегда, хочу сказать, пусть Господь благословит сегодня каждое открытое сердце. Нажды. Время нашего труда. Каждый, кто сегодня призван и осознает, что призван для того, чтобы выполнить определенную работу, которую Бог определил для каждого из нас. И это связано с нашим служением. И то, что сегодня каждое служение, любое служение нас объединяет сегодня в молитве. Знаете, когда каждый снимает, может, свою одежду, или не то, что снимает, а где-то ставит как бы в сторону, понимая того, что сегодня мы должны объединиться в том, чтобы ходатайствовать. Ходатайствовать, стоять в проломе за неспасенные души, стоять в проломе сегодня за жизнеспособность того корабля, на который Бог нас поместил, который называется церковь. Поэтому пусть Бог каждого из вас благословит и укрепит. И, как всегда, уже есть у нас традиция, всякий раз, когда приходит время к тому, чтобы записывать такие маленькие эти месседжи, которые, я верю, пусть будут хорошим таким ободрением для каждого, кто сегодня стремится исполнить волю Бога. Место Писания. Евреям, вторая глава. Я взял сегодня современный перевод. На мой взгляд, он более как бы красочный и понятный, приносит понимание суть сказанных вещей. Евреям, вторая глава, первый стих. Поэтому нам следует еще крепче держаться того, что мы услышали. Не то нас несет течение. Вы знаете, в этом месте Писания звучит предостережение для каждого из нас. Первое, это то, что я замечаю, это ответственность каждого из нас за то, что мы уже получили ту меру благодати, ту меру откровения, то видение. И можно перечислять множество сегодня таких пунктов, которыми мы уже обладаем. Потому что я замечаю, что всякий раз, когда мы оказываемся в какой-то ситуации, в какой-то нужде, каждый из нас это то, что мы начинаем молиться к Богу и просить у Бога откровения или у Господа решения на данную ситуацию. И я могу сам сказать, с своего опыта, это то, что Господь приносит разумение и дает откровение. Дает откровение. И вот важно это то, что апостол Павел здесь говорит, держаться того, что услышал. Почему? Потому что если ты не держишься за то, что ты услышал, то, что произойдет, снесет течение. Потому что жизнь духовная, она на самом деле напоминает тот бурлящий поток, в котором ты оказываешься. И в котором тебе приходится прикладывать усилия для того, чтобы идти. И в этом потоке ты встречаешь такую воду, такое противление, которое имеет разное название. И депрессия, и угнетение, и разочарование, и неверие, и предательство, и прочее, прочее. Это такая многоколеровая вода, которая мощным таким потоком движется против нас. Для чего? Для того, чтобы остановить. Замечали это? Я думаю, каждый, кто получает в своей жизни слово от Бога, руководство от Бога. Знаете, это как своего рода информация, которую Бог помещает в наше сердце. И то, что нам приходится хранить эту информацию в своем сердце. Делать эти шаги в том, чтобы прийти к осуществлению того обетования, которое Бог сказал для каждого из нас. Делать эти шаги. Делать эти шаги. И вот как раз Павел говорит, чтобы мы держались крепче этого слова. Знаете, прежде всего, это то, что необходимо, наверное, возогревать это слово. Это то, что в одном из месседжей я говорил, что очень важно записать. Когда приходит Божие откровение в нашу жизнь, знаете, такое ключевое, мы понимаем, это ключевое откровение. Важно его записать. Почему? Потому что я вижу это то, что дьявол, он всегда восстает на это откровение. Всегда восстает на это откровение. Такое ключевое откровение, которое касается, возможно, призвания, жизни. Которое касается какого-то будущего, которому необходимо делать эти шаги. Помните эту историю? Я неоднократно ее привожу. И апостол Павел тоже это делал. Израильский народ, который вышел из еписского рабства. Они имели откровение. Они знали, куда им необходимо следовать. И они имели понимание, что надо пройти этот путь, потому что там их ожидает Божье благословение. Но то, что произошло на этом пути, они встречали противление. Разного рода встречали противление. Даже с самого начала, когда они только сделали первые шаги в том, чтобы двигаться к обитованной земле. Перед собой встретили море. Сзади себя увидели воинов, которые преследуют для того, чтобы их опять привести в рабство или убить. Это напоминает нашу жизнь. Точно так же и мы, когда получаем обетование. Потому что, мне кажется, самое светлое обетование, которое у нас есть, это Царство Божие. Это то, к чему каждый из нас верующий стремится. Потом Бог дает понимание в отношении призвания, как Павлу, когда он его призвал, когда он еще был в Сауле, он ему сказал, что ему надо будет делать то, то и быть там, там, там. И за это множество раз надо будет ему пострадать. Это то, что касалось его земного такого поприща. Точно так же и у нас, имея откровение, знаете, можно сказать, аллилуйя, слава Богу. Но то, что самое сложное в нашей жизни, это то, что нам придется держаться за откровение, воинствовать за это откровение. Потому что я замечаю, всякий раз, когда приходит какая-то духовная атака, первое, приходит такое желание оставить то, что Бог тебе уже открыл, то, что тебе Бог доверил. Согласитесь, если вы со мной, скажите в своем сердце, аминь. Потому что так оно на самом деле и происходит. Поэтому Павел и говорит, Павел и говорит, держаться для того, чтобы не снесло течение, не снесло течение. Потому что есть период в жизни, наверное, когда ты не особо ощущаешь это противление, кажется, ты делаешь какие-то такие шаги, и все хорошо, и так легко тебе сказать, аллилуйя, слава Богу. Но приходит момент, когда на самом деле, как прорыв какой-то произошел, и это мощным потоком обрушивается на тебе. Поэтому, дорогие, запишите, возогревайте свои памяти и держитесь за это слово. Почему? Если Бог сказал, это обязательно исполнится. Если Бог сказал, это обязательно исполнится в вашей жизни. С любовью, Владимир Дзюба. Аминь.